Кто-нибудь, наверное, из вас уже знает, как расшифровывается эта аббревиатура? Библионии – библиотечная, необычная, интересная история. В первый день лета и в праздник Дня защиты детей Пушкинка открыла второй сезон проекта «Библионии», который проходит в дни летних школьных каникул. На открытии мероприятия собрались ребята разного возраста. Вместе с сотрудниками библиотеки они сочиняли истории про лето, а также поиграли в ручеек. Первая познавательная игровая программа в рамках «Библионии» носила название «Безопасное детство». Опасности сегодня, к сожалению, подстерегают наших детей не только на улице, но и порой в силу какой-то беспечности. Может быть, ребенок может подвергаться опасности даже в стенах своей квартиры. Поэтому мы считаем, что очень важно в День защиты детей как раз поговорить о том, чтобы наши дети были живы и здоровы, а для этого рассказать им какие-то очень важные и полезные правила. И дети сегодня, работая в командах, постараются эти правила в том числе и друг дружке рассказать. Ребята разделились на команды и проходили по разным станциям. На одной из них дети вспоминали правила дорожного движения, поиграли в викторину и узнали интересные факты о знаках дорожного движения в других странах мира. Мне понравилось смотреть, узнать что-то новое. Ну, к примеру, что дети нарисовали такой пешеходный перекос, как зебра лицо или как там рыба. На второй площадке читатели еще раз вспомнили о том, какие опасности подстерегают в их собственных домах. Электроприборы, незнакомые лекарства, бытовая химия, острые предметы, лето, паралисных прогулок и сбора грибов и ягод. Поэтому на третьей станции дети подбирали специальную одежду для леса, учились различать ядовитые плоды и размышляли о том, что нужно делать, если заблудился. Ну, в основном мне нравится бегать по станциям, даже все равно с детьми малого возраста или со взрослыми. Мне это удовольствие приносит. Больше интересен, можно отвлечься от других дел своих. В течение всего лета по средам в 14 часов Пушкинка ждет юных гостей на познавательные игровые мероприятия в рамках летнего проекта «Библионии». Следующая встреча состоится 8 июня и будет посвящена истории и личности Петра I. Также на летних каникулах по четвергам в 14 часов в библиотеке будет работать творческое объединение «Ремесленное подворье». Желающих в это же время по пятницам ждут на цикл познавательных мастер-классов, посвященных компьютерной грамотности computer.ru. Летом в Пушкинке по традиции очень насыщенная программа, поэтому, чтобы узнать более подробную информацию о мероприятиях, заходите в группу ВКонтакте «Пушкинка.Саров» или на официальный сайт библиотеки. Светлана Ярунова, Сергей Чекалин, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.